Добрый день! Мы продолжаем говорить о мусульманской испании и этот эпизод посвящен испанской части истории двух мусульманских империй Альмаровидов и Альмухадов. Мы остановились на том, как вы помните, что в 1085 году христиане во главе с Альфонсо VI берут Толедо и правитель Севилья Абуль-Касим Мухаммад II Аль-Мутамид обращаются к Альмаровидам с просьбой о помощи. Собственно, Альмаровиды, как вы видите, это религиозное объединение, возникшее на базе племени Санхаджа или Санхаджа, наверное, даже, да, вот, из Западной Африки достаточно быстро они распространяют свое влияние на весь Северо-Запад Африки, включая, как вы видите, города Архельд-Лемесен, А вот, не говоря уже о прочих столицах их центральных городах, это Марракеш. В 1060-м он переходит в руки Альмаровидов и становится их основным опорным пунктом. Вот, а в 1085-м году, отвечая на призыв Альмутамида, Альмаровиды во главе с Юсуфом ибн Ташуфином пересекают Гибраутерский пролив. Да, понятно вы, я не говорил, но вы это можете прочесть в любой энциклопедии. Само слово Гибраутер, это арабское тоже название, Джабра, Джабра-аль-Тарик, скала Тарика, место, где Тарик пересек, Тарик ибн Зияд пересек пролив. Вот, стало быть, в 1085-м году Альмаровиды во главе с Юсуфом ибн Ташуфином высаживаются в Испании. Уже на следующий год христиане терпят страшное поражение в знаменитой битве при Саграхас, которая больше известна как битва при Ас-Саваке. Или в русской транскрипции иногда встречается при Ас-Саваке. Вот, хотя это не совсем корректно фонетически, да? Разгром страшный, король Альфонсо VI едва сам успевает уйти из этой битвы, что гораздо хуже для христиан, об этом опять-таки будем говорить в следующей лекции. В этой битве гибнет его единственный сын и наследник короля. Альмаровиды возвращаются поначалу, нанеся это поражение, они возвращаются в Северную Африку. Местные правители успевают вздохнуть свободно, но недолго. В 1089 году Юсуф ибн Ташуфин второй раз появляются в Испании. Только на этот раз удары наносятся не по христианам. Обратите внимание, на этот раз Юсуф ибн Ташуфин проходит и занимает... Проходит и занимает ключевые города Андалусии. Севилью, Гранаду, Альмерию сажая своих наместников и изгоняя прежних владителей Тайф. Изгоняя или убивая. Альмут Амиду повезет больше, чем многим в 1091 году. После взятия Севильи он будет изгнан, но останется жив. И умрет он только в 1095 году, но живя в изгнании и, соответственно, жизнью довольно бедной. Дольше других анклавов будет держаться Валенция. Эта история связана с именем Сида Руэ Диаса де Бивара, который ее возьмет и будет удерживать довольно долго. И арабы сумеют ее взять обратно только после смерти Сида в 1106 году. Но факт тот, что к 1106 году у Альморовидов останется совсем немного с кем воевать. Я имею в виду в пределах Испании. В 1108 году будет нанесен еще один жестокий удар христианам. Видите, я напутал, конечно, наследник престола Инфант Санчо погибнет здесь. Не при Саграхас, а вот здесь в битве при Уклисе. Извините, это моя ошибка, я оговорился. То есть, этот удар, этого удара Альфонсо VI уже не перенесет. Он вскоре после этого скончается. А Альморовиды, оказавшись в одном шаге от Толедо, почему-то Толедо отбирать не будут. Они пройдут севернее. И в их зону юрисдикции, под их влияние попадут города Гвадалахара, Сегуэнса, Мединосели. То есть, это все северо-восточнее Толедо, Мединосели. И в 1110 году Сарагуса. Последнее завоевание Альморовидов в Испании. Последнее, потому что дальше они переходят к освоению захваченных ими земель и параллельно к наведению порядка, как они это себе понимают. А они это себе понимают довольно неприятно, потому что Альморовиды – это, повторюсь, фанатичное религиозное направление. Начинаются репрессии по религиозному принципу. Христиане массово начинают покидать земли Аль-Андалуса, убегая просто оттуда. Против этого, компенсируя во многом это христианское королевство консолидируется и реконкиста начнет вестись под ложным крестового похода. В середине 40-х годов андалусийцы восстают против Альморовидов и вытесняют их из Испании. Однако, к тому моменту, прошу внимания на карту, начинается вторая эпоха Тайф, но к тому моменту весь юг полуострова, всё то, что можно назвать, соответственно, Тайфой Севильи и Кордовы, попадает в руки следующего союза племён и следующей религиозной группировки в руки Альмахадов. И Альмахады заявляют о своём присутствии на полуострове уже в 1146 году. То есть, Альморовиды не успевают уйти, Альмахады приходят практически сразу. И Тайфы оказываются под двойным ударом между молотом и наковальником. С одной стороны, усилившееся королевство Леона, обратите внимание, пожалуйста, на карту, с другой стороны, владение Альмахадов. Оказывается довольно неприятная ситуация, но, тем не менее, до 70-х годов Тайфы сопротивляются и, по большей части, сохраняют свою независимость. Кто такие Альмахады? Здесь, пожалуйста, внимательно на слайд, примите к Альмахадам, нам с вами будет интересно следующие люди. Абдальмумин, Абу-Якуб-Юсуф, Абу-Юсуф-Якуб-Аль-Мансур, и дальше два имени ещё, Мухаммад-Аль-Назир и Юсуф-Аль-Мустансих. Остальных мы трогать вообще не будем, но потом на досуге изучите схему, пожалуйста, чтобы посмотреть, как развивалась династия. Нам, соответственно, Аль-Махады, основанное Мухаммадом Ибн Тумартом, религиозное объединение, у арабского, соответственно, Аль-Муахидум, то есть единобожие, те, кто исповедует единого Бога. Фанатичное религиозное течение, направленное во многом на искоренение того, что они считали хересью, на искоренение Аль-Маравидов. Первый халиф, потому что Мухаммад Ибн Тумар не имел титула халифа, конечно, он имел титул Махди, спаситель. Первый халиф Аль-Махадов – это Абдальмумин. Правит он, вы видите, 30 лет, 33-63 годы. Он распространяет власть Аль-Махадов на всю Северную Африку. Ему удается поначалу сокрушить Аль-Маравидов. Поначалу, потому что это еще не последний эпизод этой истории. И дальше он же вторгается в Испанию, берет сначала Кадис, а затем уже Севилью, Гранаду. И у себя, вы видите, опять Маракеш и Фес. Со взятием Маракеша империя Аль-Махадов приобретает законченные относительно черты. Вот этот вот, видите, олень, раскинувшийся в беге, где рога у него – это владение испанских Аль-Махадов. Вот это все перед вами знаменитая империя Аль-Махадов, созданная несколькими первыми халифами, первыми тремя халифами в ходе почти постоянных войн. Собственно, преемник Аль-Мумина, преемник Аль-Мумина, Абу-Якуб Юсуф, или Юсуф Первый, он же правит, как вы понимаете, 21 год. Вот это один из самых сильных халифов Аль-Махадов. При этом титул халиф принимают не сразу, а только в 68-м. До этого носит титул эмира. В основном воюет, обратите внимание, за пределами Испании. Я не знаю, я сейчас вытащил карту, чтобы можно было посмотреть на нее. В основном воюет за пределами Испании и, помимо того, что воюет, отстраивает свою империю, выстраивает административную структуру, отбирает наместников, вершит правосудие, ну, в общем, так далее, так далее, так далее. В основном он занимается, повторюсь, внутренними делами, причем делами Северной Африки. И христиане, разумеется, от такой радости, как отсутствующий халиф, резко набирают силы и наносят ряд существенных ударов Аль-Махадам. Юсуф объявляет джихад, собирает огромное войско, пересекает пролив и глупо умирает в результате короткого встречного боя в Сан-Та-Реме, когда Фернандо II Леонскому удается обмануть халифа и выйти на прямое соприкосновение, войти в бой не совсем войскам мусульмана, она фактически с гвардией, с самим халифом и с относительно небольшим отрядом Аль-Махадов, который возглавляет сын халифа Абу-Юсуф Якуб I, будущий Якуб Аль-Мансур, Якуб Аль-Мансур, извините, оговорился. В результате раны, полученные при Сан-Та-Реме, вот в результате этой стычки, халиф вскоре умирает, новым халифом становится Якуб, опять на какое-то время довольно значительное, он оставляет в покое Пиренейский полуостров, у него есть много дел в Северной Африке, там постоянно вспыхивают племенные восстания, плюс подданные жалуются на коррупцию судей Якуба. Получив, собственно, наладив дела, да, уладив дела в Северной Африке и получив информацию о том, что христиане собирают армию и готовятся к большому походу, Якуб I переправляется в Испанию, опять-таки, объявляет джихад, приводит с собой много людей, набирает еще среди своих подданных на полуострове и сталкивается с христианами в 1195 году в бою, в битве при Аларкосе. Битва при Аларкосе отзывается христианам примерно так же, как битва при Уклесе почти с 90 лет до того. христиане разбиты на голову, едва успевает бежать король, гибнет его старший наследный сын инфант Дон Фернандо, то есть, после этого, кажется, христиане не оправятся еще долго. За эту битву, собственно, халиф получает прозвание Аль-Мансур, то есть, победоносный, и все рассчитывают, что он будет править еще долго, а он внезапно умирает, не дожив до 40 лет, он умирает в 1199 году, и ему наследует его сын Мухаммад Аль-Назир. Еще одна трагичная для арабов история. Мухаммад Аль-Назир ввязывается в целый ряд конфликтов в Северной Африке с уцелевшими представителями знати Аль-Маравидов, которые бунтуют отдельные племена или даже племенные союзы. Параллельно Мухаммад проводит ряд показательных процессов казня нескольких высокопоставленных, коррумпированных чиновников, наместников казначеев, чем вызывает серьезную обеспокоенность среди местной знати Северной Африки. Собственно, узнав опять-таки о том, что христиане снова собирают большую армию, Мухаммад решает повторить успех своего отца и в 1211 году он пребывает в Испанию, отнимает у христиан крепость Сальватьяра в сентябре 1211 года, а в июле 1212 сталкивается с объединенным христианским войском в битве при Лас-Навас-де-Толоса. христианское войско возглавляет король Альфонсо VIII, но помимо него людей для этого войска дает его вассал король Педро Арагонский, и наконец, помимо него там бьются франкские лицарь-крестоносцы. То есть, не приходит к полю боя только Альфонсо IX Леонский, и это я буду вспоминать потом очень долго. Христиане наголово разбивают войско халифа, тому удается бежать и отбыть в Марокко. еще в общем-то ничего не потеряно. Халиф молод, ему примерно 30 лет, силен. Потеря серьезная, поражение сильное, демографический кризис уже чувствуется, но в общем-то еще многое может предотвратить. Но в 1213 году Мухаммад Аль-Назир внезапно умирает. Поговаривали и пишут собственно одна из гипотез это отравление ближними его чиновниками, которые всерьез были обеспокоены начавшейся борьбой халифа с коррупцией. Ему наследует 10-летний сын Юсуф Аль-Мустан-Сир Юсуф Второй и как вы понимаете ничего он не делает фактически. Он правит 11 лет 10 и умирает в 1224 году слегка пересекая до 20-летней рубеж. Вслед за этим Аль-Махады уходят из Испании и больше туда уже как единая сила не возвращаются. В империи Аль-Махадов нарастают процессы распада. Против них восстают представители Аль-Маравидской знати недобитые недорезанные восстают поднимают голову местные племена почувствовавшие волю с востока Аль-Махадов теснят Мариниды берберы племени Банумарин И империя Аль-Махадов к 1269 году гибнет Марракеш и вся Западная Африка переходит под власть практически вся под власть династии Маринидов. В самой же Испании Ласнавес Даталоса спровоцировала так называемую великую или быструю реконкисту. Собственно обратите внимание меньше чем за 40 лет с 1227 по 1266 год христианскими монархами Фернандо Третьим святым его сыном Альфонсо Десятым Кастильским и тестем Альфонсо Десятого Хай Первым Арагонским ну или Жауме Первым Арагонским если вы предпочитаете местное произношение этими тремя королями оккупируется практически вся Андалусия в руки христиан попадают города от Касареса это еще юг но еще центр полуострова до извините Хереса Ньеблы и Севилья то есть уже юг полуострова в руках мусульман остается Гранатский Эмират о котором мы поговорим в следующем эпизоде лекции то есть владения Гранады довольно большие владения вокруг нее плюс полоса побережья с портами в Альхисиросе пока еще в Кадисе Кадис будет взят но чуть позже христианами но Кадис Альхисирос Тарифа вот эти порты останутся в руках мусульман и это будет очень значимо конечно то что они у них будут и разумеется сам порт Гибралта но об этом в следующем эпизоде лекции спасибо спасибо